Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком Открытая Кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая Кухня. Я Валерия Иванова. И сегодня у нас второй эфир после карантина, когда реальный гость в студии. Я не могу перестать этому радоваться. Этот гость уже был у меня в студии буквально 9 месяцев назад. И, по-моему, этот человек был одним из первых, кто, можно сказать, открывал передачу Открытая Кухня. Это мой просто уже, мне кажется, давний товарищ и человек, с которым мы сотрудничаем. Ну, просто, я бы сказала, такой энерджайзер, из которого вечно пестрят какие-то идеи, творческие замыслы. Но, как Антон сам себя любит называть, это создатель и владелец имиджевых баров Антон Жилин, которому принадлежат такие места, как Cloud9, ТХЦ и его третье новое заведение, о котором мы сегодня и поговорим. Антон, привет, добрый вечер. Добрый вечер. Я напоминаю нашим радиослушателям, что если вы захотите пообщаться с нами, задать вопросы, выразить мнение или подискутировать, смело звоните на наши номера в студию 672-1-2939, 672-1-3939, либо пишите нам в WhatsApp 230-6191, ну, а мы начинаем нашу беседу. Антон, насколько я помню, когда мы встречались с тобой вот тогда в сентябре, ты мне так вот немножко рассказал про то, что там планируешь сделать первую лабораторию в Прибалтике барную. Да, 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 такая была завеса тайны, вот, что это будет что-то грандиозное, будет тоже подвальное помещение в твоей стилистике с сохраненными там кирпичными потолками, ну, то есть чуть-чуть так вот интрижка была. Скажи, вот то, что ты тогда планировал 9 месяцев назад, какая у тебя была идея, если ты помнишь, это вот ожидание реальности вот по твоим ощущениям сейчас совпало? Она, наверное, даже превзошла, потому что, ну да, я не могу выбраться из подвалов или кирпичных, мне просто очень нравится кирпичная вкладка, мне кажется, там есть определенный уют, и там достаточно легко создавать такую домашнюю интересную атмосферу. И то, что в том эфире мы планировали, мы воплотили, но уже совершенно в другом помещении, то есть, поэтому построили мы сейчас все за 4 месяца, 420 квадратных метров счастья для людей, которые вот для Риги, опять же. Название ком пишется, да, С-О-М. М. Многие там, кто, естественно, Рига город маленький, шли сплетни, а почему, да что, да как, такая тоже тайна, можешь ли ты рассказать, вот как вы придумывали, был какой-то брейнсторм, рисовали на бумаге, проводили долго вечеров с размышлениями, почему? Вообще процесс открытия и придумывания определенного концепта, это всегда огромное количество брейнстормов, но благо у нас настолько крутая команда на всех проектах, что каждый брейнсторм это такое, это такой живой организм, который накидывает, накидывает кучу идей, и в этом проекте мы хотели создать такое мистическое заведение, оно такое и есть, с приглушенным светом, у него внутри концептуально очень много граней, он достаточно тонкий, и допустим, вот там история с логотипом, она вообще такая тоже мистическая, потому что мы заказывали кучу дизайнеров, получали не то, что нужно, и только в последний день, там уже чуть ли не до открытия, моя жена нарисовала логотип. Правильно, твоя жена же занимается каллиграфией, и много она рисует, фантазирует тоже, и как это произошло, это был конкретный вечер дома, или тоже где-то вы сидели, как это произошло? А это произошло так, что самая большая лампа, которая стоит над первым баром, там несколько баров, с длиной барных станций, по-моему, в районе 17 метров, в длину, если сложить две, вот, и, соответственно, над одним баром такая огромная лампа с завитушками, и вот оттуда пошло, что там зашифрован и есть ком, ком, сом, как угодно его можно интерпретировать, и... Подожди, в завитушках вы увидели эти... Да, то есть увидели уже в готовом пространстве, что логотип как раз-таки зашит в эту лампу. Соответственно, если посмотреть на логотип... Это мой агент, я думаю. Соответственно, если зайти в помещение, то можно увидеть сразу откуда, почему логотип такой нарисованный рукой. И, кстати говоря, этот логотип был сделан с первой, то есть первая версия, потом дальше мы начали дорабатывать а давай так, а давай так, а эту линию так. Нет, это первый, нарисованный от руки, потом мы его оцифровали и добавили точку красную. От красной точки там тоже большая история, потому что у нас стоит одна из самых передовых аудио... В общем, аудиофилы там кайфанут, потому что стоит Void Acoustics очень мощный. Так, давай русским языком. У нас тут не все могут понимать твои супертермины, что такое Void Acoustics это и что это такое? Это премиальный звук, high-end. это слово премиальный, как после нашего того интервью разорвут. Ты не читал комментарии в ютубе? Я не успеваю за всем уследить, но... Съехал, съехал. Да, за всеми, за всеми потоком, за всем потоком информации, потому что он сливается в каких-то безграничных количествах, пишут, пишут, звонят, спрашивают, вот, ну пусть будет неприемлемо, high-end, quality, sound, вот, но просто нам важно, высококачественный звук. Крайне высококачественный, потому что нам важно, что как человек видит, как человек слышит, и этим самым и создается атмосфера. поэтому у нас, допустим, нету delivery вообще никакого, то есть у нас доставки нет ни еды, ни коктейлей, ни ничего, потому что за атмосферой нужно идти, за атмосферой нужно выйти, прийти, сесть и ощутить то, как работает наш персонал с гостями, это очень важно. Вот, в новом концепте, в новом концепте они вообще обволакивают, то есть они могут зайти за барную стойку, гость может зайти за барную стойку, сам себе приготовить коктейль под управлением барменов. Можно так сказать, что делать можно все, что хочешь за нашими барами. Ну, то есть у нас такая достаточно свободная атмосфера. 420 метров. Да. Что там происходит? То есть, насколько я помню, когда мы с тобой встречались 9 месяцев назад, ты сказал, что это будет такое мультифункциональное пространство. Да. Потому что если мы говорим про ТХЦ, то есть там это такое кальянное чил-место, где люди сидят, общаются, там нет кухни. Там нет кухни, у нас кухня только с партнерами рядом ресторан, но так как рядом ресторан кетеринг, кетеринг, да, такой. Да. В Клоунайне у вас специфика, что лейт-найт китчен. Да. По 2 часов ночи можно отведать просто премиальный. Ну, ладно, действительно очень вкусное блюдо от шеф-повара, от закусок до десертов и там потрясающий вкус, но я до сих пор его помню и всем рекомендую стейка из танца. Вот. То здесь, что касается кухни? Здесь кухня есть как закрытая, где заготовочные станции, да, со всеми там сувидами, куча всякой разной техники, так и открытая, то есть за баром повар будет стоять и готовить прямо за барной станцией большой. Там же, где и бармены, все в одном месте. То есть, соответственно, мы видим... Это как холодные закуски. На горячие я пока не ставлю акцент. Вот. Это холодные закуски, сумасшедший мамин медовый торт. Да, у тебя же мама повар, правильно? Да, 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 да. И все тоже основано на соусах, на... Есть те же самые вьетнамские спринг-роллы. Боже, с чем ты спела? Я голодная? Это очень вкусно. Да, и тартары, и оливки в маринаде, и хлеб мы печем. Мы еще не печем хлеб, но у нас очень хорошие партнерские отношения с одной женщиной, которая просто печет непревзойденный вкус вообще хлеба. Это шедевр. Вот. В общем, у нас все хендмейд. Очень все вкусно, и прямо готовится, то есть уже сервируется за барной станцией. Точно так же, как и коктейли. Коктейли готовятся на премиксы, то есть изначально есть огромный бэкграунд в начале подготовительной смены, да, подготовка идет очень мощная, и дальше уже сервируется гостью достаточно быстро, и, естественно, это и отражается на качестве, что это очень качественно, потому что до этого уже сделаны определенные тесты. Угу. Так, клуб. Клуб. Тоже? Тоже. То есть танцы, потому что я много, помню, что некоторые гости, ну, говорили про тот же Cloud9, что обожают место, есть и кальяны, и музыка классная, диджей вы приглашали на там какие-то мероприятия, но нету места, где вот потанцевать. Да, теперь есть место, где потанцевать, но нам нужно подождать, пока снимут все ограничения. Чтобы два метра не надо было. но мы и с двумя метрами мы придумали, как выкрутиться. Единственное... Ну да, у нас есть такие точки, у нас, так как у нас в логотипе точки, так что мы используем точки, у нас есть точки, мы очень строго следим за дистанцированием, мы очень строго следим за дезинфекцией, вот за всеми-всеми нюансами, которые нам сказали, мы полностью, все заведения следуют, и нет никаких, нет возможности делать резервации там на 6 человек, 8 человек, вы не представляете, как это больно отказывать огромному количеству народу, народа в времяпрепровождении. Это же все же и кассы, то есть обороты все падают. Ну, естественно. И то конкретно, как бы вот это чувство вот этого помещения, оно сделано для того, чтобы там было много народу. Пока нету народа, мы как бы в тест-режиме спокойно прогоняем наши коктейли, которые уже в совершенно другой стилистике, не так, как в клауднайне. В клауднайне есть одна атмосфера, здесь уже совершенно другая атмосфера. Это минимализм. В коктейлях нету никаких декораций. Коктейли практически прозрачные. Не нужно пугаться там, что в них ничего нету. В них заключена та определенная магия. У нас есть передовые технологии, как роторный испаритель. Так, подожди, про барную лабораторию. У нас отдельная будет сейчас еще блог. Я хотела немножко остановиться на твоих словах по Буду Дудем. Ты сказал, что приходится отказывать компаниям на 6 на 8 человек. Естественно, падают от этого обороты. Что сейчас поделать? Ждем еще новых послаблений и окончания всей этой ситуации. Дай бог, что все это действительно скоро кончится. На протяжении вот этого ситуации карантинной все гости, с которыми я даже по видеосвязи общалась, у нас будут дистанционные эфиры. Мы все гадали, будут ли люди ходить после ЧАЭС. Сама лично в пятницу я была в одном достаточно дорогом заведении. Я тебе хочу сказать, что стояли очереди на улице. Очереди. Просто люди ломились. Умоляли впустить там хоть постоять, хоть в уголке. Пожалуйста. И вот я вспоминала эфиры и говорила я и с Москвой, у нас были телемосты, и с местными экспертами. Все говорили, деньги у всех кончатся. Как ты считаешь, вот те люди, которые звонят и хотят на 6, на 8 и оставляют, я так понимаю, маленькие суммы, приходя к тебе? Потому что я знаю, что коктейли у тебя стоят не 5 евро, потому что там платят не за просто там дешевый какой-нибудь тоник, и джинс за 5,50, ну, бутылку. Это совершенно другая история. Это коллекционный алкоголь, это настоящие ингредиенты. Ну, это мы говорим попозже. Значит, получается, что твоя целевая аудитория, выжившая, это те люди, у которых и всегда было все хорошо с деньгами, правильно? Ну, на самом деле, так, может, и получилось, но наше заведение открыто и для всех у нас нету, мы не делим на тех, кто может или не может, и, ну, в пятницу я ощутил такую мега-такую вот эйфорию, когда я иду по городу и понимаю, что все три места в них не попасть, потому что они все переполнены. Ну, вот, значит, у людей есть деньги, правильно? Возможно, так. Ну, то есть, во-первых, люди соскучились. Сидеть дома и получать коктейли там на вынос или еду, да, это в какой-то момент надоест. И слава богу, что ребята из других баров, они позаботились о своих, ну, то есть и о своих, и о наших гостях, сделали доставку, вот, и этим люди пользовались и пользуются, и, наверное, это новое какое-то даже движение будет. Ну, тенденция, да. Тенденция, да. Мы такую тенденцию не можем показать, потому что все-таки, допустим, в Cloud9 у нас все это такое, ну, то есть мы создаем другое, мы создаем атмосферу конкретно на месте. Вот. Но у нас же очень большое количество гостей, то есть если даже кого-то кризис коснулся больше, он будет ходить меньше. Но из-за того, что у нас постоянных гостей процентуально, там, наверное, 80 на 20, то есть 80 постоянные гости, 20 приходящие новые, то мы пережили достаточно, достаточно хорошо кризис, потому что Cloud9 был закрыт несколько, полтора месяца, по-моему, да. Мы только сейчас его переоткрыли. А ком, он только-только открылся, то есть это еще вообще даже, я еще не... Сколько вы уже открыты, получается? Вот была первая неделя. Первая неделя, и вот, соответственно, уикенд этот вы хорошо отработали. Мы хорошо отработали, и слава богу, наверное, ну, это будет как-то костюмство звучать, странно, что по поводу того, что слава богу, что этот карантин, нет. Но было заявок в десятки раз больше, чем мы могли посадить. Вот. Поэтому мы проработали в свободном режиме, в котором мы... Все же открыть новое заведение, это новый организм. Там есть определенные сбои, есть и персонал стрессует. И вот у нас получилось, у нас получилось отработать моменты, которые там нравились, не нравились. Есть время поменять, заменить что-то, либо там по сервису проработать, по подаче проработать, по кухне проработать. Очень много моментов. У меня там, не знаю, там отчеты на 25 А4 листов. Так что мы только за развитие, за то, чтобы... А какая была дата планируемого открытия, вот если бы не произошло то, что произошло во всем мире? А, у нас была даже, у нас был тестовый прогон 14 марта. То есть за два дня до... За два дня до полного карантина мы провели тестовое, такое серьезное тестовое мероприятие. Бар был битком, тогда еще не было ограничений по поводу количества... Не было этого 2 плюс 2 метра, там было просто битком. Люди были с разных стран, и бармены были из разных стран, которые там помогали тестировать карты, карту коктейльную. И все. Хлопс. Это был один рабочий день. Нам нужно через буквально пару секунд уходить на рекламу, и перед этим я задам тебе вопрос слов. Что ты почувствовал 16 числа? Одним словом ответь, первое, что пришло в голову. Опустошенность. Открытая кухня, и мы уходим на рекламную паузу. Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И, как я уже сказала, у нас сегодня снова реальный гость. Мы несказанно рады. Сегодня мы встретились с Антоном Жилиным, человеком, с которым мы очень давно уже сотрудничаем, дружим. Такой абсолютный энергичайзер, который сам себя называет как, ну, и, собственно, его коллеги, как создатели, владелец имиджевых баров, таких как THC, Cloud9 и его новый проект «Кома», о котором мы сегодня и говорим. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете смело нам их задать по телефону со связи со студией 6721-2939, 6721-3939, или написать нам в WhatsApp 2306191. Ну, а мы продолжаем. Остановились мы на опустошенности. Давай теперь про наполненность. Значит, там будет клубная зона, танцпол, диджей-сеты, кухня, барная стойка. С этим мы разобрались. Планируешь ли ты делать там какие-то тематические вечера, например, мастер-классы, связанные с кухней и баром? Естественно. Мало того, что мастер-классы – это одна часть. Так как у нас огромная зона, мы можем делать и корпоративы, и мастер-классы. И вообще мы очень любим обучать наших гостей, потому что нам есть что рассказать, есть что показать. То есть мастер-класс может быть и по вину, и по еде, и по приготовлению коктейля. И даже, в принципе, можем мы поучить и музыке, потому что у нас очень хорошие ребята в команде собраны. Извиняюсь. Такие, как Мон Вол, это наши ребята музыкальные, Антон и Настя. Да, я лично знакома с Антоном. Это такая необычная музыка, даунтемпо, так учил Рейф. И достаточно новый стиль музыки. И мы пытаемся его как-то привить гостям, показать, рассказать. И как-то так. Ну и стримы вы проводили. Мы стримы проводим. У нас сейчас идет мини-сериал «Ком», который состоит, по-моему, будет состоять из пяти серий. В первой серии это мы показываем как раз-таки помещение первого бара. Эпизод. Там, где ребята играют музыку, лайв на Пелевина, читается за кадром. А я пью коктейль. И сама идея, что меня бармен понимает без слов. То есть я пью коктейль, читаю книжку, и как только у меня заканчивается коктейль, бармен, предугадывая мое желание, что я хочу следующий, он мне уже готовит следующий. Во второй серии мы показываем бар второй, и там я уже лаборант, работаю как раз-таки на роторном испарителе, разделяю, дистиллирую ром с мятой, обесцвечивая его. А третья серия это уже показана комната за первым баром. Наверное, зрители, слушатели запутаются, сколько там помещений, потому что там очень много всего. Это такое уазит счастье. Почти пять соток дачка в центре города. Да, вот. И во втором в третьей серии у нас рождается логотип ком, где я пью вино, потому что у нас винная карта тоже такая необычная. Там много органических, биодинамических вин, подобранная с любовью и с очень хорошими партнерами по вину. Вот. И следующие серии уже будут на танцполе сделаны и еще при входе. У нас уже даже гимн есть ком, называется «Come to come». Вот. Очень интересно, потому что вот… Молодцы, кстати, что такой интерактив уже на стадии запуска, на первых порах стали. Да, это спасибо вот нашим ребятам, вот Антону и Насте, потому что очень легко работает с креативными людьми. Я сам по себе креативный, и поэтому… Плюс, насколько я знаю, Антон еще видеограф. Вот. Это все его работа. И дело в том, что мы посмотрели, что стримов так много, что очередной стрим просто пускать с дискозала он никого не зацепит. Поэтому мы решили стримы делать совершенно в разных локациях, показав все пространства и сделать совершенно разные стилистики каждую серию. И вот у нас серия там есть 45 минут, потом мы чуть-чуть поменьше сделали, посмотрев, насколько народу хватает его внимательности. Вот. Внимание его. Ну, как-то так. То есть, очень много экспериментируем. Поэтому он… Я вот еще хотела спросить, да, вот насчет видео. Я видела, что вы выкладывали, еще вот не успела, да, просмотреть. Но вчера, когда я готовила анонс к сегодняшней передаче, я так полистала на вашей страничке в Фейсбуке фотографии. Почему еще их нет? Практически. А как-то не сделали. Мы еще не успели, потому что… Просто почему я пока не имею визуального представления, да, это, конечно, моя ошибка, что я еще не успела посмотреть видео, сегодня обязательно, да, просмотрю, ты меня заинтриговал. Но я хотела вчера, вот прям, знаешь, я такой визуал, мне надо вот картинка. Она скоро будет, она рождается, и рождается очень интересно и концептуально, как мы покажем коктейли, как мы покажем интерьер, как мы покажем те моменты, которые присутствуют в баре. Потому что надо как-то показать там совершенно уникальная барная станция, которая с подогревом, огромный камень из гранита. То есть когда ты сидишь, тебе не холодно. А в принципе можно и лечь на нее, она настолько мощная, что на нее можно лечь. Мы уже под утро, да? Да. И там очень много скрытых вещей, не то чтобы скрытых, а они такие как бы, они присущи, но они вот во всем помещении, там везде деммируется по-разному свет. Вот эта вот барная станция, которая с подогревом, в клубной зоне есть другой бар, который тоже из какого-то суперматериала сделан. Там есть коктейли on tap, то есть можно заказать там 10 апиролей, и они тебе его сделают за пару минут. Кстати, я хотела спросить, поскольку ты настолько уже глубоко погрузился в барную индустрию, недавно у своей подруги из Москвы я увидела в сторис, знаешь, есть капсулы энеспрессо, когда ты кидаешь капсулу, точно такие же капсулы появились с коктейлем. Как ты к этому относишься? Ну, как-то нейтрально. Я вот за то, чтобы все-таки была работа бармена, в этом и существует та магия, что он умеет разговаривать с гостем, он может приготовить, он может сделать чуть ли не 4 коктейля одновременно. И ведь все же мы приходим за теми эмоциями, вот в бар, за тем, чтобы поговорить, чтобы выйти в свет. Ну, за атмосферой. За атмосферой, да. Мы создаем атмосферу. И я считаю, что в этот раз вышло вообще как-то очень интересно. Но, опять же, это не нам судить, это судить гостю. Конечно. Мы сейчас вот работаем над каждым отзывом, что, как, где, почему. И сейчас очень важный момент для нас. Технические вопросы, Антон. Сколько посадочных мест? Посадочных? В первом баре. С карантином или без? Ну, без. Без карантина. Предыдущие ребята, которые арендовывали данное помещение лет 5 назад, у них на... Я нашел их в фейсбук-страницу, они уместили туда 620 человек. То есть, это была полная посадка. Да, у нас будет меньше, но, если честно, я не считал. Много. Я думаю, что посадочных мест в первом баре около 100, может быть, и танцпол, и второй бар. Вы все-таки не за массовость. Вы больше за качество. Я не за массовость. Я за качество всегда. Всегда. Но, опять же, клуб подразумевает то, что люди будут стоять, танцевать. И во втором баре тоже по-другому создана атмосфера. Там есть диванчики, там есть... Лаунж, да? Да, да, да. Хорошо. Там нужно побывать, чтобы... А часы работы? В данное время у нас часы работы с 5 до 12. А после? А после мы будем работать и до 6, и до 8 утра. То есть, до последнего гостя. И открываться? Открываться тоже с 5. Пока что с 5, да. Потом, может быть, мы... Ну, то есть, опять же, мы будем смотреть, анализировать, может быть, с 6. Но, в принципе, в принципе, там можно было бы сделать и круглосуточно. Но пока так. Как тебе кажется, в чем главное отличие Cloud9 от Com? Понятно, там, мы не говорим сейчас про помещение, что оно больше, что там будет, например, зона для танцпола. А вот по ощущениям? Ну, диаметрально два разных места. Совершенно. То есть, у них и коктейли совершенно разные. Просто Cloud9, ты пойми, да, я вот как человек, который работает во всем этом, периодически бывает именно рецательное. Ну, все равно, это два диаметрально разных заведения. Это прошло время. Мы не сказать, что какие-то там тенденции улавливаем, потому что все же мы больше за то, чтобы выдумать самим. Там уже минимализм. Если в Cloud9 это все-таки вы в такое, как бы, пышные коктейли, назовем это так, то здесь в бокале будет без каких-либо, нету ни декораций, нету ни костеров, которые кладутся там. То есть, очень все в минимальном стиле. И плюс даже работа барменов, она совершенно иная. В Cloud9 за барную станцию нельзя заходить. Ну, как бы ты этого не хотел. Здесь ты можешь гулять где угодно. Можешь вокруг барной станции, можешь с барменом готовить коктейль, можешь с поваром готовить блюда прямо за барной станцией. То есть, такая открытость. Хорошо. Давай тогда вишенка на торте. И даже музыка другая. То есть, музыка даже другой стилистики. Ценобой тоже такая, более мистическая. Да. Ну и все, я хочу туда сходить уже. Обязательно, ждем в гости. Про барную лабораторию. Ко мне приходил, ты помнишь, Артур Едуш. Да. Из Гимлет. Да, молодцы ребята. И они тоже планируют покупать вот этот вот супераппарат. Роторный испаритель. Да. У вас первая лаборатория в Прибалтике. Ну, лаборатории, наверное, они существуют, да, но первый такой роторный испаритель, который серьезный, профессиональный, заказанный из Швейцарии, вот он у нас. Как это выглядит? Это отдельная комната, где люди в масках. Как это выглядит? Расскажи просто. Ну, я, понятно, ты мне покажешь, я когда приду в гости, но вот для наших радиослушателей, кто сегодня, вот для твоих потенциальных гостей, что это такое и для чего нужно было дорогущее это аппарат, потому что Артур говорил, что там не менее 5000 евро минимум стоит. Ну, он, по-моему, там чуть ли не под 20 тысяч евро. А, ну, вот. Да, вот. Но сама история роторного испарителя пришла мне, когда я был в Москве или в Санкт-Петербурге, мне очень нравилось, как там бурлит индустрия, и там у меня огромное количество знакомых, вот, и мне потом показали коктейль, я, насколько помню, это была обесцвеченная кровавая мэри, но с теми же самыми всеми вкусовыми. То есть не красная. То есть не красная, а прозрачная, как вода в бокале. А как это происходит? Ну, это получается, что в одну колбу мы заливаем водку, все-все ингредиенты в одну колбу, и потом она при вакууме, кипение происходит при гораздо низших, низких градусах. И она выпаривается, первым идет спирт, и дальше, 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 все остальное. То есть цвет остается в одной колбе, а в другой колбе у нас уже дистиллят. Я, к сожалению, химию списывала всегда. Я, к сожалению, тоже, и сейчас приходится все читать и самому тестировать, потому что это жутко интересно, и хочется через себя это все прогнать, как это все происходит. Это очень интересный процесс. И роторный испаритель можно увидеть прямо при входе в ком, потому что он стоит у нас на кухне, а кухня у нас открыта. У нас есть звонок, послушаем. – Добрый вечер, вы в эфире. – Добрый вечер. – Здравствуйте. – Можно я просто, ну, ради того поддержать разговор, еду, звоню, вот, от безделия, можно сказать. Ну, попытаюсь, может быть, размешить как-то публику. Значит, смотрите, корпоратив новогодний, девушке говорю, хочешь, я тебе сделаю коктейль? Она говорит, хочу. Я говорю, ну, если я делаю, ты обязательно его пьешь, отказываться нельзя. Говорю, коктейль будет вкусный, замечательный, просто в жизни ты такой никогда не пила. Ну, дал такую рекламу, как вот, ну, не знаю, как сейчас с коронавирусом. Вот, ну, реклама просто шикарная коктейлем. Ну, ладно, уговорил, она говорит, хорошо. Значит, коктейль заключался в том, я говорю, название у него, у коктейля – корпоратив. – Корпоратив? – Ну, как бы, почему? Да. Почему? Потому что узнаешь в конце. Она говорит, все, хорошо, делай. Я говорю, отказываться нельзя, что пить 100%. Она говорит, да, все, соглашаюсь. Значит, в этот коктейль входило все, что было на новогоднем столе. Именно из жидкого. Это там и водка, и хэноси, все там соки, даже как бы там, ну, ради смеха добавили там ложку чая, ложку кофе, ну, просто так как бы, ну, что бы было. В оконцовке все это заливается кока-колой, да, и коктейль пьется. Первый глоток говорит, блин, какая гадость. Ну, это не какая гадость, с таким отращением, что как первый глоток. Потом говорит, ммм, вкусно. Значит, в оконцовке пробуют его все. Да, и как-то какую-то там, может быть, пару-тройку месяцев назад мы были в одном из клубов рижских, если я не ошибаюсь, ну, как бы, ладно, не буду говорить, какой клуб. Были в одном из рижских клубов, покупали какой-то коктейль, парень, сейчас я вас угощу, шикарным коктейлем. Стоил он тогда в районе там что-то семи лад, семи евро этот коктейль. Да, вот мы отдавали за него. И один в один вот то же самое, что нам давали. Так. А, шикарно. Это Лонг-Айленд был? Это Лонг-Айленд, да, может быть, были, потому что Лонг-Айленд тоже там намешано вообще все-все-все, что только можно. Может быть, да. И чай, и водка, и... Это Лонг-Айленд тайский. Скорее всего, что это был Лонг-Айленд, так как я знаю, что туда добавляется какой-то коньяк, да, и заливается все это колой. Ну, вот вкус один в один мы повторили как бы с коктейля, да, корпоративного. Кофе только там точно не было. Может быть, вопрос. Да. Да. Может быть, есть... Кофе там была буквально ложка. Может быть, вопрос. Как, если вы создаете свой какой-то вот коктейль, как вы придумываете к нему название, от чего вы отталкиваетесь? Спасибо. Да, сейчас я ответим. Спасибо вам за звонок. Очень интересно, да. Раскрой. Ну, название приходит точно так же, как и пришло название там всех заведений. Это Брейнсторм. И мы отталкиваемся от того, что мы хотим показать этим коктейлям. Человеку дать как... Опять же, это такой маленький триггер. То есть, если коктейль, да, там мы берем базу и что, и какая эмоция коктейль создает, тем самым мы выслушиваем своих сотрудников, коллег, какую эмоцию он дает, и, соответственно, придумывается название. Ну, плюс ты тоже еще хороший маркетолог, который понимает, на какие рецепторы, как работа с светом, светом, да, во всех ресторанах и так далее, что вот он читает, и его это как-то интригует. Да, у нас еще один, кстати, звонок, что-то вот заинтересовало, Антон. Видишь, как ты поумничал. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте, Антон. Как раз недавно заходил, но в прошлой неделе получилось к вам заскочить в пар. А в какой именно? Интересно, именно в ком зашел. Вот. Без вывески так интересно зайти вовнутрь, посмотреть, что там. И я бывал и в барах, и в Европе, и в разных. И сам концепт очень интересный, потому что, ну, как бы в Латвии, ну, и тем более в Риге, у нас таких не видел. И сам декораций, которые там тоже у вас были, было так, по сравнению с тем, что у нас есть на рынке, как бы сама идея была хорошая, интересная. Да, поэтому, мне кажется, что будет подходящий контингент, который сможет зайти и попробовать. Спасибо. Цели, которые надестиваются, но я еще как бы не сумел вот этот испробовать именно. Но попробовал, я не помню, как у вас там было, как он назывался в такой... Ну, у нас там много коктейлей. Самый популярный, который у вас там был на тот момент, он там как-то в барах, он показывал. Хоризонтема? На Airbook. Да, Хоризонтема, да, вот именно вот этот. Вот, да, этот был прямо очень вкусный. И я думаю, что все остальные тоже будут вполне достойны. Поэтому, да, продолжайте, пожалуйста, дальше, потому что интересно, вкусно, и как бы что-то совершенно другое, что у нас на рынке нет. Спасибо большое. Заходите еще в гости. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Так интересные звонки сыпятся. Нет, это действительно прям очень круто, что такая, знаешь, неделя только прошла, уже люди даже... Три рабочих дня было. Да, 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 люди уже звонят, благодарят и... Я никого не подкупал, ничего не делал. Слово даю. Значит, да, вернемся к этому аппарату. У нас там остается, как всегда, мало времени, Антон, можем с тобой говорить вечно. Значит, этот аппарат вы используете для того, чтобы как бы не обманывать, но такой как будто... Мы вытягиваем... Иллюзию такую, немножко как иллюзионист слэш бармен, да, который меняет цвет, меняет какую-то текстуру, при этом не украшая там его супер какими-то дымом и ягодами и так далее. Правильно я поняла? Все правильно. Мы вытягиваем душу из коктейля, можно так сказать. Да, мы вообще мистические ребята. У нас очень много всего пронизано мистикой. Да. Да, это вот наше, да. Вот мне просто понравилось, как там, по-моему, то ли Шашин Евгений из Москвы или Давид Стеншин, вот это прям мои там кумиры, которые вот сказали, а как, что вы делаете с коктейлем, вот мы вытягиваем душу из них. То есть как бы это, в принципе, то, что делает роторный испаритель. Он забирает все самое лучшее. У меня тоже такая ситуация, какой-то джин. Да, да, да. То есть можно взять там джин, добавить в него специи. Нет, я джин в смысле лампы. А, джин-лампы. Да, 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 что там что-то, как джин, вылетает, и вот что-то такое похоже. Да, но мы даже планируем и гостям в будущем показывать какие-то определенные будут мероприятия, где мы будем дистиллировать и знакомить. Делиться секретами, да? Да, мы будем делиться. У нас нет никаких секретов. Мы будем показывать, как все сделано. У нас будет там YouTube-канал, где мы будем рассказывать, как каждый из коктейлей приготовлен. Нам нечего скрывать. Также гости могут, опять же, еще раз повторюсь, последний раз, но гости могут сами под управлением бармена приготовить конкретно тот коктейль, который есть в карте. Это не опасно? А чего? У нас ничего нету опасно. Мы вообще все перепроверяем. Я просто задавала вопрос, почему это не конкретно к тебе там какая-то провокация. Я такой вопрос задавала тому же Артуру Едушу, потому что у меня был с ним эфир прямо буквально через серии «Пару дней» или на той же неделе, когда, помнишь, случился этот казус со смертельным летальным исходом, с вечеринкой «Сухой лед», куда прыгнули, вот это все. И тогда, когда я готовилась к эфиру, я думаю, ну, мне надо обязательно про это спросить, потому что многие наши радиослушатели, у нас же у многих такое, знаешь, как «Боже, какие-то там они придумали сейчас аппараты, а где лицензии, а они обучились, а они работают в перчатках». Ну, понимаешь? Да, мы вообще… Гостей должен по-любому предоставить какую-то информацию о безопасности, что, ребят, вот мы все обучены, да, это работает по такой-то технологии, это не какой-то дядя Вася, который сидит там у себя в гараже и самогон гонит, чтобы не было вот такой ассоциации, понимаешь, да, Чмир? Да, конечно, понимаю, и вообще призываю всех следить за, во-первых, ну, как бы за гигиеническими всеми ситуациями, но и мы делаем все из пищевых продуктов, да, то есть мы не делаем какой-то химической, другой, какой-то реально лабораторной, сложной схемы, да, то есть мы берем просто мяту и мы берем водку, да, и делаем мятную водку. Мы не… это первое. Второе, мы, естественно, все проверяем на себе, на вкус, на цвет, на реакцию, но… Ну, ты выглядишь очень хорошо. Спасибо, но реакции никакой там и не может быть, то есть единственное, чтобы люди знали свои какие-то аллергены, если у них существуют… Вот, это важно. Это важно, но мы предупреждаем, у нас в меню написано, что аллергены, пожалуйста, предупредите заранее, если у вас какие-то существуют, потому что у меня, допустим, есть аллергия на ромашку, я уже уезжал на карете скорой помощи, когда я выпил ромашковый чай и меня всего раздуло, но это было вот один раз в жизни, но все проверяется и никаких, опять же, там вот с этим льдом, да, мы лёд, сухой лёд в стакан не кладём, он всегда рядом, его пить не нужно. Понятно, понятно. То есть мы, у нас всё это предусмотрено, протестировано и все проинформированы. У нас здесь по WhatsApp вопрос, Юрий, наш постоянный радиослушатель, задаёт, а реально бывают коктейли, основанные на самогонке? Есть, да, и у нас же есть рижский самогон, который производят где-то в Межопарке или где-то, то есть, да, есть, а почему нет? Ну, можно сделать всё. Да, ну, просто главное понимать, что это варится реально. Ну, конкретно самогон самогоном, вот как мы привыкли видеть его, нет, такого нет. Ну, во-первых, это же нужно акцизировать. Вот, уже лицензированная продукция, да, пройдены все проверки, а не так, что я говорю, что это в гараже кто-то гонит самогонный. Нет, нет, это всё делается просто. Закупается алкоголь у наших поставщиков со всеми акцизами, акцизы остаются на бутылках, то есть, если мы сделали, перегнали, допустим, там, алкоголь икс, там, или водку икс, то всё, всё сохранено, и потому что любая проверка, она должна понимать, а что у вас в этой бутылке. У нас в этой бутылке этот спирт, фу, это водка и с добавлением мяты, да. Или, допустим, у нас там есть бочки, которые в бочке есть ром. Мы просто взяли, купили у поставщиков конкретно этот ром, залили туда, и вот он в бочке у нас хранится, там, 4 года уже. Да. Вот, и у нас всё сохранено, что там конкретно хранится. У нас вообще всё по правилам. Я не люблю переходить эти... Ну, вы бы не открылись, и, конечно... Мы бы не открылись, и мы бы не работали 4 года. Ужесточение всех правил, всё это понятно. У нас осталось, к сожалению, 2 минуты, но так как в анонсе у меня было указано насчёт лояльности твоей команды, да, я хочу, чтобы ты, может быть, коротко выделил для себя, ну, вот выводы, которые... Я сказала, что спасибо карантину, я тоже говорю честно, да, спасибо карантину, потому что я очень много для себя выводов вынесла, и уроки, и так далее. Ты можешь сейчас не говорить там про лояльность вот прям открыто, просто вот скажи, какие выводы ты сделал насчёт своей команды? Ну, я всегда говорил, что это лучшая команда, лучшие команды, потому что все работают немножко раздельно, то есть мы разделяем проекты, но то, как показала себя команда в карантин, это огромное вам спасибо, ребята, потому что, ну, то есть они реально лучшие, они понимают, что сделать, как сделать. Я прям, ну, безумно благодарен, вот команда, там, Cloud9, они переоткрылись за один день, они, мы всегда были на связи, слушали, там, мнение, что, как, где, все получили паблсцы, это тоже о многом говорит, там, вот, команда ТХЦ, так, она не была закрыта, но мы в укороченном режиме работали, ком сейчас открыли тоже, вот, команда быстро, молниеносно принимает решения, может быстро всё, любую, у нас нет проблем, вот, любую проблему можно решить, эта проблема не проблема. Ну, поэтому... Чего и другим желаю, чтобы вот у всех всё было хорошо. Ну, на этой радостной ноте нам, к сожалению, нужно заканчивать. Антон, я очень рада, потому что буквально, там, полтора месяца назад я тебя приглашала на эфир, потому что я видела, как ты был расстроен, думала, может быть, я тебя взбодрю, мы поговорим, ты, как знаешь, на сеансе у психолога выговоришься, но ты мне сказал, Лер, прости, я так разбит, не готов сейчас, а потом я увидела, что действительно у вас хорошо, прошли выходные, и... А почему бы не пообщаться и поделиться этой радостью, и получить ещё такие звонки, и ещё больше рассказать о своём проекте, который сбылся? Я очень рад всегда быть у тебя на эфире, и на любые темы зови, и на животрепещущие, и на... Обязательно. То есть, как бы, тут получился такой рекламный немножко эфир, но... Да, сейчас нас уже, да, будут ругать, к сожалению. Но я всегда рад и на более глубокие темы переговорить, быть участником какой-то дискуссии интересной. Спасибо. Спасибо большое. Антон Жилин сегодня был у нас в студии. Валерия Иванова, Родион Золотарёв, наш звукорежиссёр, «Открытая кухня». До встречи в следующий понедельник. Продолжение следует...